Добрый день! Вот это наше здание. Оно находится в Севастополе, как вы видите, на берегу моря. В наше предприятие входит международный технический холдинг. В состав этого холдинга входит 70 объявлений. Мы производим вакуумно-коммуникационное оборудование для электрических садей. Раньше предприятие называлось по-другому, но с 2015 года оно называется так. Что из себя представляет предприятие? Непосредственно КБ коммуникационной аппаратуры. Оно состоит из 22 научно-исследовательских лабораторий, в которых работают ученые, инженеры, опытного производства, испытательных полигонов. Создаются новые инновационные устройства, которые сначала прототипируются, потом испытываются. Когда все это произошло, вот на этой части пирамиды появляется мы, инструментальное производство. И вместе с серийными производствами, которые входят в наш холдинг, создаем уже серийные. В состав предприятия, как я уже сказал, входят 22 конструкторских бюро, которые за такой большой период времени создали очень много различных устройств. Наше инструментальное производство, оно сейчас называется производство оснастки, разработало порядка 3,5 тысяч единиц оснастки, которые представлены на этом стадии. Это оснастка и для переработки термопластичных полимеров, и для холодной штамповки, также резино-технических изделий, литье силиконовых резин под давлением. Все это является электротехническими устройствами. Мы способны создавать изделия из термопластичных полимеров в любой сложности, и это правда. У нас есть, совсем недавно была реализована одна оснастка, которая на затраты, как бы это был не АКОР, внутренний заказ, ушло порядка 3 миллионов рублей. Там применялись, в самой пресс-форме были установлены датчики давления. В нескольких местах мы контролировали, как распределяется давление внутри пресс-формы, и благодаря этому получили режимы переработки, на основании которого мы получили качественные изделия. К сожалению, здесь я не могу его показать, потому что это новое изделие. Ну, если вы приедете в гости, мы вам его покажем. Создаются изделия из резины. На нашем месте расположения, где мы располагаемся в городе Севастополь, также находятся несколько серийных предприятий нашего холдинга. По производству резиновых изделий, по производству пластмасса. На их территории, то есть, это вот в шаговой доступности. То есть, нам не надо вести не буду оснастку, буквально 100 метров. После того, как оснастка изготовлена, мы передаем ее на нашим партнерам, которые раньше входили в одно наше предприятие. Сейчас просто в связи с увеличением, упрощением управления, оно разбито на несколько мелких. Здесь приведены некоторые данные о предприятиях. Численность инструментального производства 60 человек, конструкторско-технологическое бюро 14, площадь производства указана. Управлять таким количеством проектов от 22 конструкторских бюро разработчиков достаточно сложно. В последние годы мы стали брать внешние заказы. Для этого у нас разработана определенная система управления, написанная программный продукт. Программный продукт написан внутри компании. То есть, это наша внутренняя разработка. Поступает заказ от разработчиков. Вот это все конструкторские бюро, которые с нами работают. Внутри программы мы размещаем этот заказ, проектируем оснастку, проектируем технологию, изготавляем, испытываем, паспортизируем. Сроки находятся, некоторые прописаны процедурами, некоторые носятся вручную. Например, если это внешний заказ, то нормативная дата завершения берется из базы 1С по контракту. Программа отслеживает сроки и при необходимости она реформирует нас или руководство о том, что срок не выполняется или просрочен, или скоро наступит окончание срока. У каждого из участников системы здесь не видно, но очень большое количество функций. Все управляют, на всех этапах, кто-то согласовывает документацию, кто-то участвует в паспортизации, тут находятся все документы по проекту. Программа не является как бы стационарной, так как все меняется, наши разработчики по необходимости немного ее переписывают под изменения реалий. Например, сейчас идет разработка модуля для работ с внешними заказчиками. Также программа эксплуатируется уже в течение 10 лет. В базе данных вся информация хранится, вплоть до того, акты испытаний, нормы времени, трудоемкость, разработки чертежей, технологий, затраты на металл и комплектующие. Система управления трехуровневая. Это первый уровень, которым используются разработчики и внешние заказчики, ну, внешние заказчики через менеджера. На втором и третьем уровне еще находятся некоторые модули. Все модули берут информацию из общей технической базы, внутри компании. Там хранится вся информация. Здесь хранится информация, причем это программный модуль для всего холдинга, это стандарт. Здесь хранится нормы времени, технология, документация, сертификаты, все, что касается изделий. С чего начинается разработка изделий? Разработка изделия в нашем конструкторском бюро начинается с анализа. Для анализа проливаемости у нас приобретена тайваньская программа Moldex 3D, в которой еще на стадии 3D модели мы можем смоделировать, как будет проливаться изделие, где будут располагаться линии спаев, воздух скапливаться для того, чтобы сделать выборы. Ну вот данный элемент показывает, что здесь программа считает, что будет не очень хорошее качество. Необходимо что-то менять в точку ввода, она может подсказать. Ну там на самом деле очень большие сейчас функции, вплоть до того, что загодные, как будут себя вести, будет их стрескивание, как будет происходить корабление. В нашем конструкторском бюро непосредственно, у нас 7 человек работает, конструкторов. Проектирование осуществляется с применением Autodesk Inventor программы. Как вы видите, вот данная пресс-форма, это пресс-форма с внешними гидроцилиндрами, горячим каналом, установлен счетчик механический. Достаточно сложная. Применено большое количество стандартных элементов. Ну в принципе, эта программа, эта пресс-форма по уровню не хуже немецких. Скажу откровенно, да. Качество очень хорошее. Для передачи информации непосредственно на рабочие места используется, мы создаем, пока ничего лучшего не придумали, все равно необходимы рабочие чертежи, которые создаются и передаются на рабочие места. Также разрабатывается технология после того, как была разработана конструкторская документация. Вот здесь появляется второй модуль. Это модуль непосредственно управления на производстве. Этим модулем пользуются технологи, этим модулем пользуются мастера и начальник производства. Что здесь видно? Здесь видно, что оборудование производственное. Вот если вот навестись на эту циклограмму и щелкнуть, мы переходим вот сюда. Здесь находится, ну, для визуализации сама деталь, все операции. Указано нормативное время начала, нормативное время завершения, кто конкретно выполнял операцию и трудоемкость. Также есть возможность оставлять комментарий рабочим, если он не согласен с какими-то там, например, с нормами. Что касается управления руководством. Есть тут понятие приоритетности заказа. Руководство, во-первых, выставляет приоритеты, и, во-вторых, оно видит процент выполнения. Здесь также видно, что входит в данный заказ по детали. Если нажать, то мы опять перейдем в меню технологий. Третий уровень программного продукта находится непосредственно на рабочих местах. Здесь я вам ввел слайд, чтобы показать, что тут можно отсортировать по операциям. Рабочий не видит вот всего вот этого, он видит только свою операцию. Как происходит открытие операции? Он, рабочий, выбирает деталь, которая у него должна обрабатываться, проводит своим пропуском электронным, открывает операцию. После завершения он таким же образом его закрывает. Все достаточно автоматизировано. Терминалы находятся на каждом участке. Вот такой вид видит рабочий у себя на мониторе, ну, на терминале. Расставлены приоритеты. Приоритеты расставляются или программой, ну, при необходимости, конечно же, у мастера и начальника производства есть возможность поменять приоритеты. Рабочий берет изверху. Вот вверху находится наиболее приоритетная деталь. Он берет ее в работу и начинает выполнять. Что значит красный цвет? Красный цвет значит о том, что деталь невозможно сейчас обработать по какой-то причине. Это может быть отсутствие, ну, для фрезерных ключевых, это отсутствие инструмента, который еще не был доставлен, заказан. Или, например, не написано в управляющей программе. Управляющая программа разрабатывается отдельным подразделением. Это программисты. Пишут они программу в PowerMill. У нас приобретено два рабочих модуля. И потом передают непосредственно на стойку на производство. Рабочие, ну, они могут писать, но у них достаточно ограниченные. То есть, какие-то простые, например, сверление по 2D координатам, подрезание буртов, ну, вот это такие нюансы. То, что не требует. Формообразующие в обязательном порядке. Все остальные ответственные изделия выполняют программисты. Сейчас я постараюсь провести вам экскурсию по нашему производству. Начинается все, конечно, с заготовительного участка. Материал расположен на стеллажах. Здесь весь материал, по-моему, здесь только много ковы. Весь материал промаркирован. У нас на участке заготовительном три единицы заготовительного оборудования. Здесь представлена самая большая. Как видите, мы можем нарезать достаточно крупногабарительные изделия. Термический участок. Термический участок произвели модернизацию в этом году, ремонтировали. Потому что были проблемы, особенно с отечественными сталями. Качество очень, по сожалению, желательно лучшего. Поэтому пошли на это. Часть печей уже модернизированы. Это автоматические печи. Также модернизировали ванны. Ну, не знаю, кто посещает наше предприятие. Говорят, что такое термички они еще не видели. Ванна с маслом, например, вот эта, глубиной 4,5 метра. Присутствует на производстве координатно-расточной участок. Там три единицы оборудования. Каждая единица оборудования подобрана по весовым характеристикам. Ну, то есть, там есть небольшой станок, средний и большой. Вот этот станок, ну, это как ремарная такая. Это последний станок, произведенный в Российской Федерации. Больше координатно-расточные станки не производились. Это последний станок. Так что он у нас раритетный. Можно сказать, хотя свежая машина. По-моему, 2006-2008 год. Участок ЧПУ оснащен в основном... Ну, не в основном, он и оснащен. Это не швейцарское или немецкое оборудование. Декельмахер, Пикамакс, Веллер, токарные. Четыре станка. Фрезер трехосевых и один токарный ЧПУ. Электроэрозионный участок сейчас находится в приоритете. Мы его активно развиваем, потому что, как показывают опыты китайских производств, они выигрывают в основном за счет применения большого количества электроэрозионных операций. Вот это прошивные станки. У нас все оборудование швейцарское. Два электропроволочных, два прошивных. Но планируется приобретение еще дополнительного оборудования. Вот таких станков в Российской Федерации три штуки. У него достаточно большой стол. Он может принимать заготовку приблизительно такого. Это проволочные оборудования. Шлифовальный участок тоже подвергается модернизации. Здесь сложнее, потому что шлифовальные операции требуют большого опыта. Молодых специалистов пока нет. Но все-таки приобретаем шлифовальный станок ЧПУ. Есть резьбошлифовальный станок, оптико-шлифовальный, координатно-шлифовальный станок. Ну, собственно говоря, весь стандартный советский перечень. Также наше производство оснащено, ну не оснащено, у нас есть АТК. На АТК есть координатная измерительная машина. Ну, у нас на производстве и где, но на опытном вторая находится. Здесь происходит измерение. То есть в обязательном порядке все формообразующие меряются электроды. Это в обязательном порядке. Кроме этого, еще есть профилограф в виде измерительной микроскопа. Мы можем достаточно проконтролировать изделие. По крайней мере, когда возникает спорный вопрос с внешним заказчиком, что не выдержали промазанные усадки, мы очень аргументированно можем доказать, что все было в пределах согласованной документации. И надо же искать где-то в другом месте. При проектировании используется в настоящий момент максимальное количество стандартных элементов, которые постоянно расширяются. Не знаю, преимущество наше или это недостаток, но мы работаем сейчас практически со всем, чем, что есть на рынке. Хотя, наверное, может, надо остановить выбор на каком-нибудь из отдельных. Но мы еще пока не сделали. Это и Хаско, и Фодеско, Дремье в том числе. Это образцы оснастки, которые мы производим. Мы производим также ремонт оборудования. То есть у нас есть случаи, когда клиент уходил в Китай, а потом привозил нам оснастку, потому что китайцы не смогли добиться нужного результата. Мы, конечно, клиента немножко накажем деньгами, но ремонт сделаем, оснастку запустим. Испытание оснастки производится на предприятии, входящих в холдинг. Литейное предприятие у нас. Оно находится на расстоянии 50 метров от нас, на котором мы испытываем всю оснастку литья под давлением. Также не только литья под давлением. Есть машины для литья силиконовых резинок. Количество оснастки, произведенной, да, действительно очень большое. Тут даже не вся оснастка. Есть еще склад, на котором хранится, потому что очень много опытной оснастки, которая не пошла в селье по той или иной причине. Сейчас нам удалось убедить руководство, что необходимо развивать инструментальное производство, что если мы в ближайшее время что-нибудь не изменим, это в основном связано с тем, что специалисты уходят, не изменим, то мы потеряем инструментальное производство как таковое. Поэтому у нас есть план развития на 5 лет. Нам его одобрили. Выделяют инвестиции. То есть мы планируем создать производство оснастки с объемом производства 80-100 единиц оснастки в месяц. Массогабаритный до 10 тонн включительно. Конструкторско-технологическую группу будем упечивать до 60 человек. Контрактное производство сейчас частично уже применяется, но так как литейное оборудование за счет того, что мы льем очень большое количество стеклополненных материалов, уже находится в таком интересном положении, что его надо модернизировать, точнее менять полностью. Мы планируем докупать оборудование литейное и создавать контрактное производство для того, чтобы... Потому что, как показывает опыт, клиенту не нужна оснастка, клиенту нужны готовые детали. Планируем внедрить ускоренное прототипирование изделий, то есть рассматриваем возможность приобретения... Хотим выращивать матрицы. Матрицы, бонсоны для изготовления небольших серийных партий. От нас это требует и внутренняя разработка. Часто от этого требует рынок. Все сами знаете, что рынок сначала надо попробовать, произвести какое-то количество изделий. Только потом можно будет уже говорить о том, что получилось изделие или нет. Собственно говоря, это все. Жду вопросов. Вы упомянули программу анализа проливаемости изделий. А вот какие базы данных Вы используете? Отечественные материалы там присутствуют? Сообщения показательные. Пойматика и ситуации. Или по аналогии просто? Конечно, по аналогии, но... То есть отечественных материалов у Вас как бы таковы сообщениях, характеристик? Это не совсем вопрос к нам, это вопрос к производителям отечественных материалов. Какой у Вас опыт? Ну, лично у меня опыт, я технолог, у меня опыт где-то порядка 10 лет. Как показывает... Я имею в виду опыт именно применения. Я сейчас расскажу. Как показывает опыт, хватает подобрать несколько материалов иностранных, посмотреть технические характеристики и получить достаточно точный анализ. Мы пробуем, получается... Анализ это есть анализ, он позволяет исключить ряд дефектов, но он же не дает абсолютно точную картину. В принципе, в приближенном порядке, да? Ну, процентов 80 попаданий происходит. Спасибо. С Тайвайном можно разговаривать, они могут включать базу. Например, с PAD Advisor, Moldflow там сложнее, это австралийская компания. Насколько я понимаю, эта компания платит им деньги, они дают свои образцы, они включают его в базу. Вот таким образом. База обновляется, в принципе, ее можно покупать. Но это вопрос к отечественным производителям материала, чтобы они работали с данными видами продуктов и включались в данную базу. Потому что все иностранные производители, BAS, FIRE, они представлены в этом программном продукте. Но у нас очень много просто импортных материалов. Так как у нас очень сложные изделия, мы используем в основном импортные. В том числе и белорусские. Что? Спасибо, я понял. Спасибо. До свидания. Еще один вопрос. Скажите, вот степень загрузки вашего производства, она полностью загружена? Сейчас на 50%. Это имеет, понимаете, у нас во главе предприятия находятся разработчики изделий. Люди творческие, они могут год разрабатывать новые изделия. У них так обычно бывает разрабатывать, потом они просто выдали, и мы начинаем работать. Собственно говоря, поэтому утверждается новый план. Мы увеличиваем количество оборудования для того, чтобы загрузить собственное производство, чтобы постоянно была подпитка заказов. Из каких областей к вам приходят заказы, я имею в виду территориальные? Самых удаленных? Да, да. Барнову от нас. Так, это... Новосибирск. Спасибо. Новосибирск. Москва. Ну, много там.